Здравствуйте, друзья! В эфире канал NeuroFort, и с вами я, Юрий Гиммельфарк. Как известно, в России коронавирусная инфекция бьет новые рекорды. Соответственно, все обратили внимание на то, что Кремль все ужесточает меры и грозит репрессиями так называемым антипрививочникам и антиваксерам. То есть тем, кто не хочет делать себе прививки и не хочет прививаться спутником ВИИ. А других вакцин, я напоминаю, в Российской Федерации просто нет. И вот в этой связи мне поступает много вопросов на тему того, что а почему сторонники вакцинации или, как их называют, ваксеры столь агрессивны? На самом деле это очень важный вопрос, но я хочу сказать, что главное слово здесь не сторонники вакцинации или противники вакцинации, а здесь важно слово агрессия. Если отвечать на этот вопрос, что называется, в лоб, то вот со своей стороны я не вижу со стороны сторонников вакцинации большей агрессии, чем со стороны так называемых антиваксеров. Ну, друзья мои, для доказательства я могу вам просто предложить, посмотрите комментарии к некоторым моим видео, вы ужаснетесь. Да, я говорил, что антиваксером я не являюсь, я являюсь сторонником вакцинации, но при этом я сторонник того, чтобы допустить на российский рынок все вакцины, чтобы люди хотели, ну, люди могли это выбирать и, соответственно, действовать не кнутом и дубиной, а действовать убеждением. Это моя точка зрения, но если мы рассматриваем вопрос с этих позиций, то я сейчас скажу удивительную вещь. Сторонник вы вакцинации или противник вы вакцинации? В данном случае это вопрос 825. Главное здесь – это слово «агрессия». И это главная проблема. Это проблема всего российского общества. Нарастающая агрессия. И, к сожалению, дорогие друзья, я обязан сказать, это уже тенденция. Вакцинации – это то, о чем я ежедневно и ежечасно твержу и повторяю, как попугай. Это результат воздействия боевой пропаганды. Вы понимаете, друзья мои, вот вы обратите внимание, что не только вопрос вакцинации, а куда вопрос намного более мелкий, но касающийся всего общества, он немедленно разделяет российское общество на два враждебных лагеря. И там, извините меня, до драки может дело дойти. Вы знаете, это описал еще в 18 веке замечательный писатель Джонатан Свифт в своем бессмертном романе «Путешествие Гулливера». Это вот там был один эпизод на острове Лилипутов. Это противостояние остроконечников и тупоконечников. Остроконечники считали, что яйцо надо разбивать с острой стороны, а тупоконечники, что с тупой стороны. Это дошло там до бунтов, до гражданских войн и так далее и тому подобное. Да, разумеется, это художественный прием, но он очень четко показывает ту ситуацию, в которой оказалась современная Россия. Хорошо, вот давайте опять же мы вернемся к вакцинации. Я вам приведу элементарный пример. Я сейчас в данный момент нахожусь в Израиле. Вы что, всерьез считаете, что в Израиле привиты все? Хотя в Израиле прививают импортные вакцины. Да ничего подобного. Да, в Израиле привито 80%, но дело-то все в том, что на самом деле тут никто никого не заставляет. Я больше того скажу. Я лично встречал людей, которые не прививаются не по медицинским показаниям здесь, в Израиле, а тех, кто не прививается по убеждению. То есть их можно назвать, если угодно, антиваксерами. Больше я вам скажу. Я сравнительно недавно выяснил, что человек, с которым я общаюсь, ну практически ежедневно, ежечасно, мы мило распланиваемся. Оказывается, он не то что антиваксер, он оказывается ковид-диссидент. Но, вы понимаете, в чем особенность израильского общества? Здесь никто людей не принуждает. Здесь нет дубины. Здесь есть метод убеждения. И в обществе нет ненависти и взаимной ненависти, нет агрессии. Кстати, здесь, в общественных местах, тут всем надевают маски и вакцинированные, и не вакцинированные. Потому что все прекрасно понимают, что вакцинация, она не дает гарантии того, что вы не будете инфицированы. И вы не будете разносчиком инфекции. Все надевают маски. Вот и все. Но возвращаемся к тому, о чем мы говорим. Первое, что порождает любая, а я подчеркиваю это слово, друзья мои, любая общественная проблема, это агрессия и взаимная ненависть. Вот в чем дело. Вы понимаете, вот я лично не вижу вообще проблемы в вопросе о вакцинации. Ну, что? Вот объясните мне, что мешает Кремлю допустить на российский рынок все вакцины, которые сертифицированы Всемирной Организацией Здравоохранения. Что мешает? Религии не позволяют? Или что? Вот я не могу этого понять. Нет. Они действуют исключительно методом дубин. Но! Тут кроме боевой пропаганды есть еще одна деталь. Вот давайте мы посмотрим на то, как вело себя российское руководство. Ну, хотя бы последние 20 лет. Больше не надо. Хотя можно и дальше. Все время это мы наблюдаем постоянное, перманентное лох. Перманентное вранье. Вы знаете, у меня создается впечатление, что господа кремлины, они врут даже тогда, когда декламируют таблицу умножения. Вот это до этого уже доходит. Вы послушайте российского президента. Вдумайтесь просто в то, что он говорит. Это постоянное вранье. С другой стороны, давайте мы посмотрим, взглянем на проблему иначе. А вот когда российская власть, я имею ввиду путинская власть, заботилась о людях и делала то, что действительно облегчает жизнь людей, что людям нужно. Да никогда. Люди для них мусор. А вы что, думаете, россияне этого не понимают? Соответственно, любое принуждение, когда разговор с обществом идет только дубиной, только насилием. Это порождает отторжение. А отсюда и агрессия. Как с той, так и с другой стороны. Вот, друзья мои. Вот давайте так. Возьмите любую общественную проблему. Ну, хотя бы ЖКХ. Проблемы ЖКХ. Убить же готовы. Это же уму непостижимо. Любой спорт, даже самый безобидный, он порождает ругань и взаимное оскорбление. Обвинение в том, что было и что нет. Вы обращали на это внимание? Уверен, что обращали. Так вот, главное, вот подводя итог тому, о чем мы говорим, главное здесь не за вакцинацию вы или против вакцинации. Главное здесь агрессия. А вы что думаете? Что если одна сторона начинает действовать методом дубины и каменного топора, вы что думаете, что другая сторона, что ли, не начнет действовать точно так же? Действие рождает противодействие. Третий закон Ньютона. Тут, как говорится, не надо ничего изобретать. И вот, я вангую. Эта агрессия и дальше будет нарастать. По-другому этого не будет. Как в той, так и с другой стороны. Этот гордий узел должен быть разрублен. И, еще раз повторяю, за вакцинацию, против вакцинации. Да поймите же вы, что это не имеет в данном случае абсолютно никакого значения. Агрессию надо прекращать. Вот в чем дело. Но до тех пор, пока одна из сторон, я имею в виду в данном случае Кремль, они, ваксеры, если угодно, они действуют методом агрессии, эта агрессия будет постоянно транслироваться на низовые уровни. И вот это главная проблема. Друзья, но я же как всегда напоминаю, выводы делать только вам. Подписывайтесь на канал Нью-Рэшворд. До встречи.